Ну вообще, которые присутствуют везде, в окружающей нас реальности. Потому что много есть слов, которые нынешние люди используют, но не понимают, не понимают ни их происхождения, ни значения, ничего. Есть подвижки в той стороне, допустим. Ну с тем же словом крамола, которое многие тоже считают, что это что-то ужасное. Нет, я не замечал никаких откровений и не задумывался об этом. Пока идет просто усвоение того образного материала, который изложен в буквице. Для меня, допустим, соотношение по богам, допустим, каждый в буквице относится к богов, или как бы соотносится с ней. Вот у меня по именам богов, допустим, не есть четкого представления, почему как. Хотя я понимаю, это все проявление одного и того же Бога, но нет взаимосвязи пока в этом деле. Я же говорю, целостного понимания этого пока не наблюдаю. Ну, мы разбирали вопрос о мироздании, о заселении Вселенной в прошлый раз. Есть об этом память какая-то? Ну, я надеюсь на это, что она есть. Нет, ну, надежда, как бы, как говорит один мой знакомый патологоанатом, надежда это хорошо, но это не стратегия. Хоть, правда, сам патологоанатом надеется на многое, того, чего он так и не может осуществить. Ну, вот мы разбирали, что Вселенная была создана Всевышним и рядом богов. Есть эта память? Ну, да. Так вот, есть Всевышний и его проявления, а есть боги, которые не являются его проявлениями. К тому же, вообще, понимание значения слова «искра» есть? Ну, да. Искр множество, и часть из этих искр, в зависимости от степени своей осознанности, стали богами-управителями материального мира. В той или иной области, в зависимости от своих качеств, функций, способностей, привязанностей, грюков, святости и всех других качеств, которыми они обладают. Это понимание есть? Понимание есть. Например, Велес – это не Всевышний. Например, Стрибок – это не Всевышний. Истанбок, Чеслобок, Белобок, Чернобок – это все не Всевышний. Это все такие же искры, как мы, просто которые в меру своих способностей в нынешнем спектакле под названием «Вселенная» занимают соответствующие роли. Это понимание есть? Ну, проясняется. Ну, я понял, о чем, конечно же. Ну, и в частности, в тексте по Аум Артасии это немного разбирается. Вначале немного это затрагивается в предисловии к Аум Артасии, где описывается, почему выделяется имя Ра в словах, допустим. И дальше, когда дойдет до букви Ц, Один, Ра и некоторых других, это также будет развиваться и детализироваться. Относительно тонкого видения, относительно развития тонких тел, одним из вариантов является осмысление Аум Артасии. В Аум Артасии отображено 64 базовых волны мироздания, и в человеческом разуме есть такие варианты, когда все эти 64 функции можно включить. Ну, и тогда в зависимости от биологической предрасположенности можно включить функции большинства своих тел. Кроме того, были ли вообще какие-то в жизни попытки как-то взаимодействовать с тонкими телами или изучать мир в другом теле, кроме биологического? Ну, да, я выходил, как я понимал, в астральный план. Ну, я там со своим телом, там рукой пытался провести через оконную раму, она мягко, как скорлупа. Это самое, как бы так. То есть, некий опыт есть, это хорошее. Да, иногда у меня вот какой-то был период в жизни, когда просто выбрасывал в космос с огромной скоростью. Ну, просто несся там, видел, как бы, и звезды, порносящиеся мимо, с огромнейшей скоростью. Начало, много раз было. Ну, это вот была вибрация такая, легкая. А, я имею в виду заосознанное. Ну, это и было осознанное. Я просто, как бы, ощущал себя... Так выбрасывалось или все-таки осознанно? Я имею в виду за то, чтобы осознанно взять, выйти, полетать над Одессой, допустим, посмотреть, кто чем занимается, кто глючит, кто не глючит. Ну, такого не было, да. Я вот, допустим, доходил до балкона, спрыгивал, а дальше уже уходил в бессознательное такое вот ощущение. Ага. А вот ты, что вот в космос выбрасывал, это я находился в теле, я понимал, что идет сейчас вибрация, зон такой, и... Ну, меня сразу как-то кого-то выносило. Или на какую-то поляну там, я там приземлялся, и... Ну, и, как бы, вот я понимал, что я сплю, я понимал, что мое сознание сейчас находится в другом теле. Иногда это было в какой-то местности, иногда это... Ну, часто это было просто вот в космос, вылетаешь, и куда-то вот несет или тянет с огромной скоростью, такой... Вообще, скорость такой, что звезды пролетают. Я так вот открываю свой, как бы, взгляд, и... Ну, и вижу все это. Ну, просто... Ну, бывает всякое такое, однако там еще нюанс, что это все, конечно же, хорошо, однако зачем? Однако я предпочитаю все-таки осознанно путешествовать над Одессой, или, скажем, над Киевом, или над Москвой, и смотреть, что происходит с теми или иными людьми, что вообще, где и как. Кстати, в Одессе не только я этим занимаюсь, есть ряд разных сущностей, в основном это, к сожалению, черные маги Одессы, которые иногда вылазят и такие, куда ты на нас смотришь? Не смотри на нас, уходи от нас. Ну, а когда я по ночам редактирую видеозаписи, там сижу над интернетом, и я могу, в принципе, часть своего внимания перенести в другое место и параллельно изучать, что происходит с Одессой. И вот многократно уже такое было, я, в принципе, даже их адреса, вот, ну, физически высчитал, где они находятся. Ну, просто как-то ходить, более детально изучать, кто они, что они, пока нет смысла, и нет к чему это применить. А так, в принципе, можно было бы вообще, буквально, если бы за черную магию на Украине наказывали, можно было бы к ним прямо привезти и сказать, вот, забирайте. На Гиперборею часто посещаете в местности. Зачем? Я в одном из видеороликов слышал, когда вы спрашивали про Северно-Ледовитый океан, что он есть на месте, проверял вчера. А, ну, это... Я так и понял, какой-нибудь. Ну, как бы, это не обязательно каждый день делать. И, больше того, я проверял не таким путем, я медитировал к Богу Северно-Ледовитого океана, и мне интересно было у Него узнать относительно глубин, относительно возможности останков некоторых городов, и... Ну, там, для других исследований, короче. Ну, я к нему медитировал, и, как бы, всё с ним тогда было хорошо. Ну, и сейчас надеюсь. Однако, если, как бы, идти дальше, то получается, что методов развития тонких тел есть огромное количество. Можно и вообще, как бы, не использовать никакой метод, просто осознанно концентрироваться на осознании всех функций биологического тела и других тел, осмыслять, где заканчиваются функции биологического тела, где начинаются функции других тел, и постепенно просто расслоять. То есть, расслоять восприятие, расслоять воздействие. Я, кроме того, что такие практики осуществляю, я ещё осуществляю практику параллельного редактирования или параллельного просмотра, параллельного прослушивания материалов на разных мониторах. И, в принципе, для меня, что обрабатывать на разных компьютерах информацию, параллельно нажимая, там, на клавиши, смотря, что выскочило, приходится, как бы, в две стороны. Я могу ещё косоглазие себе какое-то заработать за это, но, надеюсь, что... Меня интересует, насколько чётко получается восприятие и там, и там. Ну как? Нормально. Ведь есть же такое, что один человек может параллельно говорить с двумя человеком. Это так же ж? Ну... Ну, это немножко как бы разные вещи. Ну, допустим, в тонком теле где-то находиться, исследовать какую-то местность. Мне, как бы, предполагаю, что нужно всем вниманием быть там. Зачем? Ну, а как, идёт просто картинка? Ну, почему просто картинка? Допустим, если я сейчас сижу и здесь мы общаемся, я в основном использую на данный момент слуховое восприятие, отчасти зрительное восприятие. И осязание, обоняние, в принципе, мне сейчас не нужны, так же ж? Ну да. Однако, всё равно потоки возможности восприятия информации у мозга и дальше у разума остаются. И эти потоки можно использовать для нагрузки параллельной какой-то информацией с других каналов, допустим. Что, я слишком как-то заумно завернула эту тему, или что? Или есть понимание? Может быть, можно. Мне просто немножко непонятно, как идёт восприятие, ну, в центр, в центр твоего сознания. Ну, хорошо. Как идёт, допустим, восприятие у человека, который одновременно ест, общается, слушает музыку и, допустим, ощущает, что ему жарко или холодно, или что его укусил комар? Ну, одновременно восприятие. Ну, вот. Однако, если одновременно не есть, не слушать музыку и не кусаться комарами, то, соответственно, можно, если, допустим, у меня в комнате нет никаких таких перепадов температуры, нет никаких, не знаю, других постоянно изменяющихся факторов окружающей среды, то постоянно отслеживать, что стены на месте, там, не знаю, пол на месте и так дальше, это, ну, не надо просто. И можно настроиться на два монитора. Ну, значит, можно просто. Просто это практика. Ну, или другой пример. А как есть люди, которые параллельно и общаются с другими и смотрят телевизор, к примеру? Ну, я думал, что когда они смотрят телевизор и общаются с другими, у них частичное восприятие. Вот. То есть переводится просто внимание на разговор. Разговор не постоянный. Ну, да. Ну, а ведь мне полное внимание в этих делах и не нужно, поскольку пока на компьютере осуществится любое действие, это занимает от нескольких секунд до большего времени. К тому же на компьютере нету какого-то такого непонятного хаоса, чтобы мне нужно было отслеживать все его нюансы. Там выскакивает окошко. Я ориентировочно знаю, с какой стороны, допустим, там согласиться, с какой стороны отказаться, с какой стороны там добавить. Продолжение следует...